всем привет попался нам опять забор но теперь забор мы делали из профлиста виталя показывай делали мы первый раз короче поперла нам в этом году на заборы в общем вот что у нас получилось пришлось три ступеньки делать помучились мы с разметкой чтобы более-менее красиво все получилось то есть как мы размечали чтобы калитка ворота и вот по одной секции слева справа были все на одном уровне ну а сюда пошли уже ступень и так сейчас покажу как забор выглядит изнутри x-фактор до ворота так назовем их ну что теперь покажу вкратце как мы как мы его устанавливали как мы делали как ворота варили выставили в общем крайние столбики вот один приварили здесь к существующему столбику соседнему ну и соответственно там мы выставили бурим лунки мы вот есть у нас вот такой вот бур самодельный сделали мы и сделали бур на миксер вчера начали бурить ужас сантиметров 30 и все дальше не идет земля такая что до глина спрессованная абсолютно ничего не получалось в общем заливали в лунки воду в каждую лунку по заливали сейчас должно идти как по маслу ну по крайней мере до тех пор куда промочила так дальше что мы сейчас делаем мы отбили на двух столбах далее гидро уровнем метки вот они меточки ну и в принципе так же само выставляем как мы бетонный забор кто не видел можете посмотреть даем вниз меточку и наверх и натягиваем две лески и по двум лескам выставляем в общем так лески у нас натянуты строго по уровню четко вот сюда на края мы поставили вот такие проволочки чтобы леска плотно не шла к трубе чтобы был какой-то зазорчик вот соответственно вот здесь вот зазорчик и сейчас вот выставляем трубу даем метки вот карандашом на трубе чтобы они совпадали с леской что это что это сейчас конечно стол подвижный мы в принципе выставили нужную нам расстояние между столбами и сейчас начнем бетонировать сейчас пол ведра засыпем бетона и выставим его идеально по уровню на столбик наварили вот так вот арматуру чтобы она в цементе было если видел в интернете вырезают здесь отверстие такое прямоугольное отверстие только круглые бывают а если вот это квадратное это что отверстие называется в общем вырезают а так вот отверстие чтобы бетон прям заливался вовнутрь трубы в принципе это тоже как бы неплохо но болгаркой придется поработать если уже на то пошло отверстие то что делается механическо то что делается блин ломом голове это дырка а то же болгарка делается тоже отверстие понятно механики все что делается механическим путем это все отверстие и как наполнитель у нас будет щебенка щебенка сфера ферросплав она в два раза дешевле чем гранитная щебенка ответила такая зеленая в общем вот таким образом и выставляем мы вот как видите небольшой зазор между леской и трубой идет смотрим по уровню уровень показывает четко что так что так все столбик стоит в идеале аналогичным образом будем выставлять и остальные сейчас поставим для калитки и потом 60 на 40 столбики ставим сюда в пролеты так вот сюда ставим уже столбик он будет выше здесь будет ступенькой идти на два пролета наверное потом идет еще выше будет пойдет ступенька вот для калиточки тоже поставили столбик и теперь получается еще одна секция по левую сторону будет все это в одном уровне потом пойдет ступенька и теперь нам вычислить надо соответственно вот этот столбик уже надо выше делать замеряю сколько у нас до лески леска у нас натянута по уровню может быть немножко провисла я думаю это не критично 52 сантиметра 46 здесь замеряю 42 и тут 30 я подозреваю что надо два пролета делать и потом на вот этом пролете уже ступеньку еще выше делать то есть получаем до земли от лески 42 сантиметра сделаем так чтобы профлист не доставал земли 5 сантиметров вот 42 отнять 5 будет 37 вот значит нам надо так чтобы профлист был 37 сантиметров от лески соответственно сейчас мы вычислим так ну все выставили все мы столбики все по уровню как одно целое идет все четко так что мы имеем на данный момент мы имеем размеры так так ворота у нас 399 и 5 это ширина проема и ширина калитки 101 и 5 так 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, как всегда подвела, подвели аккумуляторы на камере. Ну что, вот так вот мы сварили. Вот такие у нас две половинки получились. Ну что, друзья, вот так вот получается. Заказчик находится в одном городе, я в другом. Не поняли друг друга. В общем, пришлось разбирать наш каркас. Скажем так, один рабочий день из жизни, блин, вычеркнут полностью. Пришлось разобрать всё, всё зачистить, докупить материалы. Теперь будем делать новый каркас. Так, ну ладно. Сейчас обратно те же самые манипуляции, только теперь трубку будем ставить на ребро. Так и будет идти внутри ещё трубка 20 на 20. Эта 40 на 20, та будет 20 на 20. В которую будет крепиться профлист. Так, ну что, друзья, вот так вот выглядят ворота. Видео я не снимал, как я их делал, так как подобное видео у меня есть. Вот я делал вот эти ворота. Здесь практически то же самое. Тут мне даже больше нравится. Получаются идентичные трубочки 20. Как-то, ну, посимпотнее выглядят. Они будут простые ворота. Это будет вид со двора. А с улицы будет просто идти каемочка 2 сантиметра. И внутрь будет вставляться профлист. Ну, это вот можно увидеть на каркасе. Да, в принципе, в принципе, видео я хотел сделать о том, как мы будем устанавливать забор с профлиста. Да, ну, тут, да, 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 да. Вот, будет окантовочка, а в середине профлист. Да. Ну, я бы не сказал, что чересчур там простая конструкция. Нет, ну, для кого-то это простая, для кого-то это не простая. Ну, просто как бы... Ну, так как мы не сварщики, для нас, может быть, это и сложно. Да, люди, которые занимаются, скажут, что это все пылью. Ну, понятное дело, понятно. Поэтому я и не снимаю такое. Да, если люди захотели своими руками сделать, то это, ну, как бы, нормально, да. То есть, хорошая мотивация для тех, кто боится, допустим, своими руками что-то подобное создать. Все, ребята, вот не вопрос, да. Вот я первый раз сделал в жизни. Вот, пожалуйста, ворота, кто не видел. Вот уже тут же фары я. Бояться не надо. Да. Надо делать пробой. Теперь что осталось нам это все дело установить. Завтра мы отвезем это на место дислокации, да, или как назвать? Пункт назначения. Пункт назначения. И там уже будем устанавливать. Как видите, опять так же самое я сделал. Сплошной каркас при монтаже, когда приварим уже петли, навесы. Кто как привык, да? Навесы, петли. Петли маленькие. Все понятно. Значит, навесы. И потом разрежем вот тут вот пополам. Заварим там стыки. Ну и как бы все. Сейчас что мы сделаем? Мы пройдем, обезжирим. И пройдем вот эти места, все стыки, вот эти косички наши, вот эти по сварке. Все пройдем полиуретановым герметиком. Вот, крокодильчик. Верняк? Так, ребята. Так как мы ставим первый раз, соответственно, делаем уже косяки. А косяк наш в чем заключается? В том, что расстояние вот от этого столба и до края мы разделили поровну на 6 частей. Совсем выбило с головы, что два листа это будет 2,20. То есть, здесь у нас рабочая поверхность 7 метр 10. А мы разделили, а мы разделили, получилось у нас секции по 2,04. Вот теперь думаю, что нам делать. Надо будет как-то выкручиваться, выруливать. Понятное дело, что отсюда оно красиво, когда все ровненько, одинаковые секции. Но, тем не менее, вот так вот. Так бы делали, если бы секции по 2,20. Как раз бы ли здесь заканчивался и, соответственно, новый начинался бы уже со ступенькой. Ну, ничего, думаю, мы что-то придумаем. Так, сейчас будем устанавливать ворота. Штатив я не взял, торопился. Так, показываю. Здесь мы прошли все герметиком. Все щели позаделывали, чтобы не было ржавчины. Ну что, здесь зашили профлистом. Краску подобрали неплохо. То есть, столбики покрасили практически в цвет самого профлиста. Так, с этой стороны, с этой стороны крепили на заклепки. Ну, честно сказать, у нас саморезы было бы гораздо симпатичнее. Вот так вот у нас сейчас выглядят ворота. Сейчас покрасим молотковой краской. Как пишут, она за полчаса высыхает. И дошиваем тут профлистом. Ну и, в принципе, забор с калиткой и воротами будет готов. И завтра едем уже на следующий объект. Так, сейчас будем готовить лист для калитки. Ширина у нас калитки 95,5 сантиметров. Высота 195,5. Болгаркой резать нежелательно. Ну, а другого выхода нет. Что мы сделаем? Вот мы отметили. От этих пор 95,5 у нас приходит вот сюда вот. Вот я замеряю. Вот, 95,5. Сейчас, что я сделаю? Болгаркой обрежем вот тут вот. Пройдем по уголку вот этому, по ребру. Отмечаем здесь. И здесь уже ножницами аккуратно прорежем. Кстати, красочку подобрали, в принципе, неплохую. Вот так вот у нас получается. Сейчас начнем обшивать ворота. Или воротины, или как их правильно там. Так, осталось совсем чуть-чуть, совсем мгновение. Та тихо, я ж блин на ютуб. Шайтан, анекдот давай лучше расскажи. Сейчас так быстро не вспомню. Давай анекдот, который ты мне утром рассказывал. Преподаватель, профессор русского языка. Приходит, значит, в институт. Ну и под глазом сияет у него... Бланш. Да. Синячок. Ну у него студенты спрашивают, профессор, что случилось? Да, говорит, вчера выпивали в компании неприятного типа. А он оказался, говорит, капитан в отставке. И он рассказывал, говорит, мне какую-то историю. Говорит, был у меня один хер в роте. А я его, говорит, взял и поправил. Говорит, не в роте, а во рту. Так что, ребята, следите за словами. Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.